Видеоролик создан специально для сайта fb.ru В конце сентября на первом канале вышла многосерийная мелодрама «Знахарь». В этой картине Даниил Страхов играет гениального врача-неерохирурга в результате покушения на свою жизнь, получившего травму головы, которая вызвала частичную амнезию. Теперь светило медицины спасает жизни в провинциальном городке. В 1937 году Тадеуш Долинга Мостович написал роман «Знахарь» о враче с амнезией. Книга получила несколько экранизаций, но нашим читателям, скорее всего, знаком только польский фильм 1981 года. Теперь же эта история вдохновила киноделов с первого канала на создание сериала, действия которого происходят в наши дни. Одаренный нейрохирург Павел Андреев, вернувшийся в Петербург после работы в США, становится жертвой покушения и получает травму головы. Эта травма приводит к частичной потере памяти, но никак не влияет на координацию движений и профессиональные навыки. Поскитавшись по лесам, Павел оказывается в провинциальном городе Райске, где по счастливому совпадению больница оборудована получше, чем многие московские. Доктор немедленно начинает спасать жизни, параллельно заново обретая себя. Подобный сюжет не вызвал у зрителей особого оптимизма. Топорно, прямолинейно, слишком серьезно и пафосно. Ключевое слово – примитивизм. Персонаж Страхова многим показался уж слишком идеальным и безжизненным. Главный герой настолько хорош, что прямо светится от благородства, а вокруг – черные завистники. Но не может же быть так, что все врачи слабенькие, а вновь прибывший просто гений. Не хватает Паши душевности, какой-то внутренней теплоты и глубокой драмы. При этом самого актера многие хвалят. Страхов великолепен. Даниил обаятелен, интеллигентен, понтянутый, красив. А вот относительно актрисы Екатерины Кузнецовой, сыгравшей любовный интерес главного героя, мнения интернет-комментаторов разделились. Наконец нашли для Страхова партнершу, которая не уступает ему по физическим параметрам. А то, когда рядом с ним стоит женщина, она сразу становится серой мышью, омраченной его красотой. Главная женская роль сразу, кроме милой мордашки, ничем не радует. Играет скучно, как на первом курсе училища. Просто тоскливая курица. Даже всплакнуть душевно не может. Когда у отца беда. Никакая актриса. Считают другие. Не пришли зрители к консенсусу и относительно визуализации работы нейрохирургов в сериале. Некоторых шокировали сцены операции. А для чего такие хирургические подробности показывают? Череп распиливают. В мозгах копаются. Нате вам, зритель, рассматривай в подробностях. Другие же сочли подобный натурализм достоинством проекта. Понравилось качество первых серий. Съемки операции особенно впечатлила операция на открытом мозге девушки-тележурналиста, когда малейшее прикосновение к определенным участкам мозга превращал девушку, читающую стихи, в беспомощную немую куклу. А потом снова включалась речь. Не знаю, действительно ли проводят таким образом операции, но выглядело это сильно. Сериал «Знахарь» выходит на Первом канале по вечерам с 23 сентября. А смотришь ли ты сериал «Знахарь»? Делись своим ответом в комментариях. Подписывайся на канал и ставь лайк под этим видео. Видеоролик создан специально для сайта fb.ru